МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа событий. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара, сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Кто виновен в трагедии на Карбышево? Мать двоих детей погибла в массовом ДТП. Самара – будущее мека для путешественников? Русское географическое общество презентовало атлас туристических маршрутов. Человек высокого полета, бывшему директору авиакора Виктору Земецу, сегодня исполнилось бы 100 лет. Жизнь налаживается. Эксперты повысили кредитный рейтинг Самарской области до уровня стабильный. Чем будут угощать? Власти и бизнес обсудили перспективы ресторанного дела в преддверии футбольного чемпионата. Мать двоих детей в выходные стала жертвой водителя-лихача, который пытался уехать от полиции. Массовое ДТП произошло в ночь на 17 апреля в Самаре. Инспекторы ГИБДД в 2 часа ночи заметили автомобиль, который двигался по городу с высокой скоростью. На требование остановиться водитель Volkswagen Polo не отреагировал. Началась погоня. Водитель автомобиля Volkswagen Polo неоднократно, уходя от преследования, совершал нарушение правил дорожного движения, совершал проезд на запрещающий сигнал светофора, превышал скорость многократно, которая установлена для движения по улицам города Самары. То есть он двигался со скоростью порядка 160 км в час. В итоге иномарка протаранила сразу два автомобиля – «Ладу Гранту» и иномарку, которые остановились на красный свет. Одна из пассажиров Гранта скончалась на месте до приезда скорой. Еще трое в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водитель Volkswagen задержанным оказался 19-летний житель Новокуйбышевска, который получил права год назад и за это время неоднократно нарушал скоростной режим. От освидетельствования он отказался, но по предварительной версии он был пьян. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. К другим новостям. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с почетным строителем России, председателем региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростиславом Хугаевым. Речь шла об этнографическом комплексе «Парк дружбы народов» в микрорайоне Волгарь. Сейчас уже построены корпуса семи национальных домов. В парке начали высаживать деревья. Скоро приступят к обустройству декоративных дорожек и лужаек для отдыха. Центральным объектом комплекса станет Дом национальностей, а в центре его предусмотрена большая площадь для проведения массовых праздников. Также здесь будет построен ЗАГС. В Союзе народов Самарской области уверены, что «Парк дружбы народов» станет еще одной визитной карточкой региона и вызовет большой интерес у гостей Самары. Гастрономическое удивление и восхищение должны получить гости и участники Чемпионата мира в 2018 году. 6 тысяч предприятий общественного питания работают в Самарской области. Этого более чем достаточно, чтобы накормить туристов. Количество обеспечили, пора поработать над качеством. Об этом говорили на встрече представители ресторанов и туристического бизнеса с руководителями профильных департаментов. 90% туристов по статистике едут в другие места за гастрономическими впечатлениями. Ну а в Самаре есть что показать. Ставшие уже традиционными различные фестивали – помидорные, сырные, вишневые и рыбные. В предприятиях общепита уже начинаются проверки на соответствие международным требованиям в сфере ресторанов и кафе. К Чемпионату мира будет выстраиваться туристическая инфраструктура, будут создаваться зоны, поэтому мы рассчитываем, что ресторанный бизнес будет инвестировать в объекты ресторанного бизнеса, прежде всего в исторической части города. Мы просто обращаем внимание наших рестораторов и владельцев кафе, особенно которые расположены на гостевых, туристических, пешеходных маршрутах, о том, что не всегда, так скажем, мягко заявленный уровень сервиса соответствует требованиям, которые предъявляются к этим заведениям. Уровень обслуживания будут повышать не только к Чемпионату. После крупного спортивного события ожидается, что в Самарскую область будут приезжать больше туристов. Между тем, 77 уникальных уголков Самарской области вошли в новую интерактивную систему «Атлас Турмаршрутов». Проект презентовали в Самаре в рамках «Недели науки». Она проходит в экономическом университете ежегодно. На большой дискуссионной площадке встречаются уже именитые ученые, молодые исследователи, чтобы подвести итоги работы и представить свои разработки. Какие крупные проекты реализует в этом году в университете, узнала наш корреспондент. К черту на куличке в мир древних славян и в край ста ключей предлагает отправиться туристам русское географическое общество. Интерактивный «Атлас» включает больше 70 маршрутов по Самарской области. Путь по еще неизведанным уголкам региона все желающие могут выстроить самостоятельно. «Для каждого региона, для каждого города, для каждого села создан полноценный раздел, где мы будем видеть не только все достопримечательности этой территории, но самое главное – все маршруты, которые можно комбинировать». Интерактивный «Атлас» туристических маршрутов страны – это новая информационная система. В ее разработке принимали участие специалисты Самарского экономического университета. Новинку, как один из значимых проектов, презентуют в рамках «Недели науки». Большая дискуссионная площадка собрала исследователей из разных регионов страны, которые сотрудничают с Самарским вузом. «Для нас, вот это мероприятие, которое сегодня происходит, очень важно, как площадка для возможности обменяться мнениями, выработать свою методологию дальнейших действий и попытаться совместно решать, совместными усилиями решать те проблемы, которые сегодня стоят перед нами». Самарский экономический университет совместно с коллегами из других вузов страны и в этом году займется реализацией двух крупных научных проектов. Первый касается разработки методики развития топливно-энергетического комплекса страны и региона. Второй проект – международный, посвящен развитию взаимодействия вузов с бизнесом. «Мы реализуем сегодня один крупный проект по развитию бизнеса с вузами Чехии и Китая. В ближайшее время будет сдана в печаль соответствующая монография. Кроме этого, мы сейчас являемся участниками крупного европейского проекта по развитию научных исследований. Мы тоже выиграли конкурс Министерства образования и науки с рядом других вузов». Делиться научным опытом ученые будут до конца недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Все инвесторы в гости к нам. Кредитный рейтинг Самарской области повышен до уровня стабильной. Подробнее расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте. Цена нефти в начале недели опустилась ниже 56 долларов за баррель. Валюта чуть подешевела. Курс на 18 апреля – доллар 56 рублей 25 копеек, евро 59 рублей 83 копейки. Золото стоит 2324 рубля, серебро – 33 рубля 59 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 40 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 10 копеек. Легковые машины в стране продолжают дорожать. В среднем на 3%. За месяц ценники на авто переписали 18 компаний. Получить кредит без кредитной истории становится все сложнее, сообщает Объединенное кредитное бюро. Доля займов, выданных без кредитной истории, снизилась до 19%. А экономика Самарской области перешла к росту. Известное международное агентство повысило прогноз кредитного рейтинга региона. Теперь его оценивают как стабильный. Такой уровень делает нашу область более привлекательной для инвесторов. На этом все. Удачи в делах. Депутаты Самарской городской думы одобрили поправки в бюджет Самары. Около 130 миллионов рублей пойдут на финансирование работы общественных советов микрорайонов. Эти средства удалось найти за счет сокращения управленческих расходов, в том числе на содержание самой думы и администрации города. Общественных советов микрорайонов в Самаре будет 355. В каждой войдут от 100 до 300 жителей, но зарплаты будут платить только управляющему. Он станет связующим звеном между жителями и администрацией. Задачей общественных советов станет прежде всего участие жителей в формировании комфортной городской среды, а также контроль за благоустройством, капитальным и текущим ремонтами домов. Мы на прошлом заседании думы сократили управленческие расходы на содержание думы и сокращены еще ряд статей в администрации городского округа Самары. Все эти деньги пойдут на содержание управляющих микрорайонами. И вот именно управляющие микрорайонами будут тем связующим звеном, они будут доносить всю ту информацию, которая будет на местах. Весной трубы, летом асфальт. Графики коммунальных ремонтов теперь в зависимости от дорожных работ. Скрывать новый асфальт не позволит. Все ресурсоснабжающие строительные компании должны уложиться со своими работами до середины июня. Успеют ли коммунальщики к масштабному дорожному строительству, выяснили на совещании в городской администрации, куда специально позвали руководителей ресурсных компаний. Подготовка к летнему ремонту дорог в Самаре на финишной прямой. Всего в этом году планируют привести в порядок 51 улицу. Также уже стартовал масштабный ремонт Южного моста и путепровода Аврора. Перед тем, как класть асфальт, нужно поменять все, что под ним. Трубы, теплосети, проложить все кабели, чтобы потом не копать новые дороги. Причем самим сетевикам такие вскрытия влетают в копеечку. Особое недоумение вызывает тот факт, что игнорируя справедливые требования администрации города в части координации работ по ремонту подземных коммуникаций, владельцы и арендаторы сетей в конечном итоге сами несут значительные финансовые потери, так как при восстановлении после проведенного ремонта дорог должны применяться дорогостоящие строительные материалы. План дорожного ремонта городские власти заранее направили ресурсоснабжающим сетевым и строительным компаниям. Успеть проложить и отремонтировать все сети под дорогами, где будет ремонт, компании должны до середины июня. Мы здесь должны серьезно над этим задуматься, потому что на самом деле это нанесение ущерба муниципальному имуществу, зачастую федеральным деньгам, если говорить о системе Платон. И в общем-то нанесение ущерба акционерам, кого вы здесь представляете. Очень прошу вас всех, руководителей сетевых компаний, представителей, отнестись очень взвешенно к этой теме. Ситуация в этой сфере будет идти только по усилению санкций и по усилению ответственности должностных лиц, которые допускают такое перерасходование средств. Для тех, кто не успел, есть альтернативный способ прокладки коммуникации – горизонтальное бурение, когда новый асфальт ломать не надо, но он гораздо дороже. Некоторые сетевые компании, чтобы избежать лишних трат, решили заранее переложить теплосети. Из-за того, что своевременный и заблаговременный план до нас были доведены, мы помимо пяти у имеющихся плановых объектов дополнительно еще 16 объектов перекладываем в этом году, чисто только под реконструкцию дорог. Значит, это порядка, мы направим чуть меньше 400 миллионов рублей. Контакт есть. Все сетевые организации готовы уложиться в отведенные сроки. И масштабных перекрытий дорог для ремонта не намечается. На короткий срок, с 1 по 8 июня, планируют закрыть лишь Волжский проспект напротив гостиницы «Волга». И с 3 по 5 июня улицу Полевую от Галактионовской до Самарской. В остальных случаях движения будут ограничивать только на одной полосе. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Чем больше будем работать, тем лучше будем жить. Так считал бывший генеральный директор Кубшевского авиационного завода. Виктору Земецу сегодня могло бы исполниться 100 лет. На сегодняшнем авиакуре его помнят как новатора и практика человека, для которого было важно делать самолеты самые качественные. О фигуре Земеца в репортаже Марианы Мирной. Человек высокого полета. Виктор Земец почти 20 лет возглавлял Кубшевский авиационный завод. Именно при нем в небо были подняты легендарные Ту-154. Он любил внедрять новшества и работал на перспективу. И даже производя товары народного потребления на заводе, детские кроватки, матрасы, посуду, лыжные палки, применял современные технологии. Ну, лыжная палка. Вот он говорит. Ну, палка, да. Ну, надо, чтобы она красивая была, чтобы глаз радовала. Вот почему у нее ручка такая, вот пластмассовая какая-то неудобная. Давайте сделаем кожаную ручку, чтобы она красивая была. Давайте палку там не просто, чтобы она белая была, бесцветная. Давайте там разные цвета ее анодировать. Вот, действительно, палки, да, вот все это внедрялось. То есть ему было дело до всего. Вместе с супругой Ниной Павловной они прожили 40 лет. И за эти годы, вспоминает она, он ни разу ни на что не пожаловался. Но, несмотря на всю свою серьезность, Виктор Петрович обладал прекрасным чувством юмора. Он был остроумный очень. Он, например, про этих первых секретарей об кома говорил. Там не первого, конечно, а те, которые там третьи или вторые. Он говорит, первая половина дня сидит, говорит, с этой стороны бумажки перекладывает на эту сторону. После перерыва он с этой стороны переносит на эту сторону. Вот в этой, говорит, его работа. Его не стало в 1992-м. Но о нем самом и о том, что он сделал для города и для страны, помнят до сих пор. В 2007 году в Самаре даже появилась улица Виктора Земица. Это эпоха Земица. Это отрезок времени, когда были созданы и новые самолеты. И, безусловно, была огромная работа по возведению социально-экономических объектов. Авиагородок для сотрудников детские сады, дворец спорта и база отдыха. Виктор Петрович в первую очередь всегда думал о людях. И был уверен, если создать работникам комфортные условия, работать они будут с полной отдачей. Это, прежде всего, такой творческий подход, понимаете, такой творческий подход к работе. Потому что у нас люди или специалисты, они универсального такого, понимаете, склада. У нас рабочий, он не просто узкой квалификации. Если он, естественно, сборщик, то он, значит, очень хорошо знает и слесарное дело, хорошо разбирается в чертежах и в технологии. Почетный гражданин города Куйбышева, генеральный директор завода, герой соцтруда, лауреат Сталинской премии. Наград и званий Виктора Земица не сосчитать. Но сам он всегда считал, что самое важное звание – это самолета-строитель. Куйбышевский авиационный завод был для Виктора Земица настоящим детищем. Он и прожил большую часть жизни на безымянке, чтобы попасть на работу в любую минуту, если придется. Только в 1983-м по настоянию врачей он приехал сюда, поближе к Волге, на Фрунзе 179. Сейчас на доме установлена мемориальная табличка, которая гласит, что в этом доме жил Виктор Земец. Марьяна Мирна, Артем Сулайманов, Станислав Левин. События. Православные верующие встретили светлую Пасху. Торжественные богослужения прошли во всех храмах Самары. Тысячи прихожан собрались в ночь с субботы на воскресенье в Покровском соборе. На праздничной службе и в ожидании благодатного огня из Иерусалима ночь провел и Андрей Горгуленко. Главный христианский праздник, светлое воскресенье Христова, непременно нужно встретить в церкви, говорят верующие. В Пасхе суть христианства, смысл веры. Этот день для верующих знаменует надежду на спасение. Для нас это самый главный праздник в году. Как и для православных христиан, мы его с большим нетерпением ждали, потому что он символизирует победу, добра над злом и наша надежда на наше спасение дает нам. Тысячи прихожан собрались в пасхальную ночь в Покровском соборе, где торжественную службу провел митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Центральной частью богослужения стал крестный ход. В это время в аэропорту приземлился рейс, на борту которого благодатный огонь из Иерусалима. Ближе к утру огонь доставили в храм. Его пламя обладает удивительным свойством. В первые часы после спуска на землю оно не обжигает лицо, и верующие им умываются. Благодатный огонь спускается на землю каждый год в Великую Субботу. Священники рекомендуют принесенный домой огонь хранить как можно дольше. Ну а в храмах горение поддерживается весь год до следующей Великой Субботы. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Красивый двор делал рук самих жителей. Под таким девизом на улицу вышли жильцы дома номер 65, что на улице Пензенской. Благодаря своей активности им удалось стать претендентами на участие в федеральной программе «Комфортная городская среда». Победители получат субсидии. На эти деньги можно будет установить детскую площадку, соорудить автостоянку, провести озеленение. Как приводит свой двор в порядок неравнодушной в чистоте люди, расскажут наши корреспонденты. Стремление к чистоте захватило даже самых маленьких. Во дворе на Пензенской кипит работа. На субботник вышли десятки местных жителей. Так мы убираем себе двор. Наши внуки здесь гуляют. И сами так же. Чтобы было красиво, чисто. Будильники пораньше завели и школьники, и студенты. Сон выходного дня ребята с удовольствием поменяли на участие в субботнике. Прохладное утро и веселая музыка только добавили бодрости. Разделились на команды по несколько человек. Сгребают мусор и прошлогоднюю листву, собирают в мешки, подметают дорожки. Мне хочется помочь городу, сделать его чистым перед весной. Я люблю свой город. Это весело, потому что много друзей, и делать что-то полезное для города. Жители 65-го дома по Пензенской всегда активно поддерживают чистоту в своем дворе. А в этом году намерены участвовать в федеральной программе «Комфортная городская среда». Уже собрали необходимые документы и подали заявку. Дополнительное финансирование на благоустройство потратят на озеленение, расширят детскую площадку. Уверены, чистота во дворе зависит от людей, которые в нем живут. Жители очень много зависят, конечно. В каких домах жители ничего не хотят делать, хотя они думают, что придут, кто-то дядя для них сделает. Такого быть не может. Жители сами должны все это делать, участвовать, содержать. Все от жителей зависит. Тема благоустройства дворов – одна из приоритетных для жителей муниципальных образований. И поэтому федеральный проект «Комфортная городская среда» всегда очень востребован, и он даст прекрасную возможность привлечь дополнительное финансирование муниципалитетам на приведение в порядок дворов. Если жители сами принимают участие в благоустройстве, то и берегут потом чистоту, порядок во дворе с большей вероятностью. Чтобы у самарцев появился дополнительный стимул выйти на субботник, в этом году впервые в Самаре месячник по благоустройству проходит в формате яркого городского проекта «Поработал – отдохни». За активное участие в уборке жители получают различные бонусы от городской администрации. Билеты на концерты, спектакли, выставки, скидки на покупки в супермаркетах. Также жители, которые дружно наведут порядок в своих дворах, бесплатно обеспечат саженцами и рассадой. Мотивация появляется больше. Конечно, это и правильно работать, но когда еще дарят подарки, это, конечно, лучше. Наступает такой момент в жизни, когда не только денежное вознаграждение, но и моральное удовлетворение. А к моральному удовлетворению еще и что-то, какой-то бонус – это вдвойне приятно. А 22 апреля, в день общегородского субботника, всех участников генеральной уборки приглашают на концерт группы «Серебро» на площадь Куйбышева. «Поработал – отдохни». Олеся Корецкая, Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Перформанс из мешков с листьями, симфония звуков грабель по земле и драматические роли дворников. На субботник вышли творческие союзы Самары. Вместе с деятелями искусств в сквере на пресечении улиц Красноармейской и Фрунзе убирался Андрей Горгуленко. Художники, композиторы и актеры, как и подобает деятелям искусства, играючи собирают мусор и сгребают опавшую листву. Для старых друзей совместный субботник – отличный повод встретиться, пошутить, пообщаться. А вместе с этим внести свой вклад в наведение порядка в родном городе. Все мы хотим, чтобы наш город был чистый. Мы здесь живем, мы ходим по этим улицам, по этим скверикам. Поэтому мы все граждане одного города, независимо от профессии. И хотим, чтобы нас радовала наша жизнь. Выбор места для уборки оказался не случайным. Многие из них по пути на работу проходят через сквер на пересечении Красноармейской и Фрунзе. Это центр города, это один из центральных таких маленьких сквериков, где у нас все театры вокруг находятся, вот наш институт культуры здесь рядом. То есть это наша зона. Как правило, все творческие организации находятся в центре города, что хорошо. Тем более, мы когда каждый день идем на работу, нам хочется, чтобы дорога была приятной. На совместный субботник Самарские творческие союзы вышли впервые. Но уверены, что теперь это станет доброй традицией. Андрей Горгуленко, Максим Бусев, События. Чемпионат мира по футболу в России не за горами. Чтобы его провести на достойном уровне, организаторам нужны волонтеры. В добровольческое движение уже записалось более 10 тысяч самарцев. Это лучший показатель в стране. Сергей Кизоркин расскажет подробнее. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. 422 дня осталось до старта чемпионата мира по футболу в России. А Самара уже бьет рекорды. По волонтерскому движению в добровольцы уже записалось более 10 тысяч человек. Самому юному 14 лет, самому взрослому 80. Тамара Николаевна Шибаева-Фоменко как раз из разряда волонтеров серебряного возраста. На пенсии скучает, вот и решила проявить свои таланты на футбольной стезе. Знает два языка – английский и французский. Фармацевт по образованию. Смеется – предложу сладкую пилюлю, чтобы сгладить горечь поражения любимой команды. Я хочу привнести нашим гостям радость, гостеприимство. Хочется от всей души настолько показать им город, чтобы они прониклись так же, как и мы его любим. Наши памятники, наши исторические места. Что я жду? Естественно, я жду эмоций, так сказать, дополнительных. Волонтеры делятся на две группы. Федеральные будут работать на стадионе, в аэропорту, с футбольными командами и делегатами ФИФА. На плечи городских ляжет вся нагрузка работы с болельщиками. Подсказать, как проехать или пройти к тому или иному объекту, провести фестиваль болельщиков. Для этого в Самаре потребуется 1335 волонтеров. Кандидатов сейчас в пять раз больше. В основном волонтерами хотят стать девушки. Иностранные языки знают 70% кандидатов. В ходу английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский. Есть несколько сурдопереводчиков. Мы регистрацию не закрываем. Мы планируем, что она будет идти в таком активном режиме до конца мая 2017 года. И уже после этого мы займемся вплотную отбором и будем выходить уже на программу обучения. Первую практику работы первые 50 самарцев получат уже в этом году на Кубке Конфедерации. Десанты помощников отправятся во все города-организаторы. Казань, Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!